По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в Калужской области от травм, отравлений и других последствий внешних причин в возрасте от 0 до 14 лет пострадали 2020 год 7178 человек. 2021 год 6670 человек. 2022 год 8182 человека. Из года в год видишь одни и те же травмы, которые происходят по недосмотру ранителей, конечно, определенная доля, как сказать, ну не то что раздражения, но неприятие этого происходит. Особенно вот каждый день фактически в травмпункте приходишь и каждый день обязательно к нам поступит падение с кровати младенца. То есть каждый день фактически мы как бы с переломом черепа госпитализируем. Сергей Тарасов родился в Смоленской области. Со школьного возраста любил биологию и химию, что определило выбор профессии. Закончил Смоленскую медицинскую академию. Любит свою специальность за то, что это одно из самых многогранных и всеобъемлющих направлений в медицине. Действительный член Ассоциации травматологов-ортопедов России. Главный внештатный детский травматолог-ортопед Калужской области. Мы говорим детям до года, то основное количество травм это черепно-мозговые травмы. Классический пример это ребенок там 3-4 месяца, вроде бы он еще не ворочается самостоятельно. Его взрослые оставляют кто-то на стиральной машинке, кто-то на пеленальном столике, отворачивается и ребенок падает и получает тяжелые довольно-таки с переломом черепа с ушибом головного мозга, тяжелые черепно-мозговые травмы. Здесь однозначно, конечно, взрослые недосмотры. Потом, когда ребенок начинает ходить, приобретает определенные навыки мобильности, и тогда уже начинают у детей возникать и другие травмы, в том числе ушибы, переломы и все такое. Ну и, конечно же, определенный, то есть еще такой скачок таких более серьезных травм, когда дети начинают выходить на улицу, на велосипедах, на самокатах, на всего остального, в том числе и могут попадать в ДТП. Подростки все-таки более критично относятся к опасности, которые могут те или иные факторы предоставлять. И они, если получают естественные травмы, естественно, получают то, но, как сказать, не чаще, чем дети дошкольного-школьного возраста. Во дворе построили площадку, короче. До этого были карусели, хорошо сделаны, старые, низкие. А сейчас они подняли на полтора метра. Там любой ребенок может здесь раскачаться, не затормозить, если нога соскучит. Прибежала сестра ее старшая, говорит, папа, папа, Настя ножку сломала. Говорит, кричит больно. Иди ее на руки бери, я ее на руки брал. Принес. Они крутились, там пятером, ее немножко соскочило, она не удержалась, сильно крутились. С детечками кто-то, сильные детечки удержались. А она попала под этот барабан круглый. Теперь только под моим осмотром будет она ходить. С ней буду вместе. Не, по-моему, я не буду. Не будешь? Переходить на них. Теперь как-то страшно. Вот самое главное, самое неприятное, самое тяжелое – это выпадение из окон. Москитные сетки. Вот первое, что необходимо, да, то есть как бы сейчас у нас опять начинается теплый период времени, да, и как только у нас появились пластиковые окна и москитные сетки, вот количество выпадающих из окна детей в разы увеличилось. Всегда это очень тяжелые травмы, всегда очень серьезные, как бы иногда жизнеугрожающие травмы. Поэтому прежде всего, да, то есть как бы родителям нужно сказать, если есть маленькие дети дома, то либо специальные блокираторы установить, которые продаются для этих, ну, либо, так сказать, просто не оставлять ребенка дома с открытым этим окном, чтобы ребенок, не дай бог, из этого окна не выпал. В апреле 2023 года в травмпункт Калужской областной клинической детской больницы после ДТП обратились 12 человек. Как правило, когда ребенок без кресла при настоящей хорошей, то есть такой, ну, серьезной аварии, вылетает из машины через лобовое стекло, да, то есть как бы и тяжелейшие травмы получают, иногда, то есть летают, иногда не довозят даже до нас. Когда ребенок в кресле, конечно, тоже травму он получает, да, то есть в той или иной степени тяжести, но иногда вообще, то есть там ушибы, ссадины, да, иногда, ну, такие переломы, с которыми мы нормально справляемся, то есть без жизнеугрожающих состояний. Хотя, конечно, как бы авария от аварии рознь, но шансы остаться живым и здоровым у ребенка намного больше, если он в кресле. Детей учить правилам дорожного движения, что можно, что нельзя, когда можно переходить, что нельзя выбегать перед машинами и так далее, то есть, да, вот, ну, и традиционно, опять-таки, летний наш сезон – это ожоги, ожоги, то есть пламенем, шашлыки, костры, розжиг, жидкости для розжига – очень опасная вещь, то есть, как будто у нас сейчас уже два ребенка лежит с ожогами от, как сказать, жидкостью, то есть, конечно, полностью от этого не избавишься никогда, да, но в силах родителей уменьшить нам вероятность возникновения тяжелых травм, это обязательно нужно, конечно, помнить. На коленнике, то есть, на локотнике и, самое главное, шлем, конечно, помогают, то есть, если упасть, удариться головой, то есть, об асфальт, да, это, если человек будет в шлеме, естественно, риск получения тяжелой травмы намного меньше. Вот тоже касается и других средств защиты, и, конечно, если ребенок на роликах там, ну, или на самокате катается, то хотя бы, как минимум, в защите он должен быть. Мы отдыхали и взяли велосипед на прокат, и, видимо, потому что велосипед был незнакомый, тормоз там был какой-то, передние тормоза были, да, и он был, ну, незнаком с таким видом тормоза, и на прокате нам даже не предложили шлем. И он поехал, и была горочка, и он с этой горки нажал на тормоз очень резко, и сделал сальто с велосипеда, и велосипед ему еще и на голову приземлился. У нас нету кровоизлияния, но делали КТ, думала, что будет гораздо хуже все. Так что сильное сотрясение, но полежать в больнице нужно. Казалось, что вообще больше не будет кататься на велосипеде. Вот, но, может быть, у него это пройдет, страх, конечно, когда-то, но теперь 10 раз подумаешь, прежде чем, во-первых, брать незнакомый велосипед. И какие-то средства защиты все-таки нужно обязательно на детей, шлем. Если бы он был в шлеме, вообще бы избежали всего того, что произошло. Это несчастный случай, может с каждым это произойти, но велосипед... Понятно, что это опасное средство, но просто нужно быть осторожным. В апреле 2023-го в травмпункт Калужской области, областной клинической детской больницы, обратились 9 человек – переломы позвоночника, грудной клетки и таза, 300 – с вывихами и растяжениями, 160 – с переломом верхних конечностей, 61 – с переломами нижних конечностей, 36 – с переломом предплечья. Это, конечно же, речки, водоемы, да, то есть, как бы, каждый год фактически бывают несчастные случаи с утоплениями детей связаны. То есть, конечно, прежде всего дедушкам и бабушкам нужно на это обращать внимание. Йодную сетку очень любят, да, родители у нас всегда приезжают дети, раскрашенные йодной сеточкой. Это действительно, в этом нет необходимости, потому что йод – это местный антисептик, да, применение его при ушибах, как бы, ну, не очень помогает. Ну, и зеленка, как бы, у нас традиционный метод лечения ссадин, то есть, конечно, хуже не станет, да, ну, и сильно-сильно лучше, то есть, как бы, но он только у нас фактически в стране используется, как антисептик, зеленка, вот, ну, свои какие-то традиционные особенности есть, вот. А что нужно делать? Конечно же, в первую очередь, это холод приложить, да, если мы говорим про травму конечности, иммобилизировать конечность, да, то есть, как бы, там, либо шинку, либо на косынку повесить и понаблюдать. Если видите, что действительно отек, и ребенок продолжает жаловаться на боль, то, конечно, лучше приехать показаться. Мы говорим про травму головы, ударился у него, там, небольшая шишка, если он не терял сознание, если у него нет головокружения, рвоты, тошноты, то есть, как бы, то, естественно, можно его понаблюдать спокойно, там, холод приложить, и не ездить лишний раз, то есть, как бы, не себя напрягать, не, как сказать, и персонал, ну, вот. Но если что-то более серьезное, конечно же, да, то есть, если была потеря сознания, либо рвота, либо тошнота, если мы говорим про травму, там, конечностей, да, то есть, первый, самый основной признак серьезной травмы – это отек, да, если мы говорим про перелом, если видите, что выраженный отек, что больше и больше становится, то, конечно, показаться следует приехать. Если просто, ну, небольшой болевой синдром есть, да, но отека нету, и движение в конечности сохранение, то, опять-таки, тоже можно понаблюдать, ничего страшного с ребенком, как правило, не случается. Да, есть, там, которые, особенно активные виды спорта – хоккей, там, футбол, который, да, связан с движением единоборства некоторые тоже, да, конечно, они потенциально травмоопасны, но не как-то, не настолько, чтобы запрещать какой-то вид спорта для ребенка, если он хочет этим заниматься. Чем ребенок более физически активный, тем, как бы, у него и меньше вероятности травмы получить серьезную, потому что координация улучшается. К слову сказать, вот именно чисто спортивного травматизма у нас не так много. Он, как бы, есть, конечно, да, но основной – это уличный травматизм, то есть, как бы, они столько спортивные. Ну, конечно же, не надо сдувать с ребенка пылинки, надо, как бы, конечно, золотую середину-то искать. Конечно, не нужно детей от спорта отучать. Спорт – это всегда хорошо, несмотря на то, что, конечно, некоторые виды спорта и травмоопасны, но, тем не менее, польза от спорта намного выше, чем, возможно, какой-то потенциальный, какие-то вреды. Я не могу вам сказать, что какой-то вот там спортивный снаряд или какая-то что-то вроде ватрушки прямо является ужасом нашим, да, травматологическим. Да, ради бога, дети всегда катались и будут кататься. Естественно, как сказать, травмы будут получаться, то есть от этого никуда не денешься, но главное, чтобы травмы не были серьезными. В апреле 2023 года в травмпункт Калужской областной клинической детской больницы обратились 706 человек с ушибами, 216 человек с ранами, 16 человек с ожогами. Однозначно, по крайней мере, об этом говорят, об этом пишут, да, родители стали более ответственны. Определенная положительная динамика есть, да, в плане профилактики травм, однозначно стало меньше ожогов горячими жидкостями, да, то есть, как бы, если раньше у нас очень много их лежало, детей, то сейчас они тоже, конечно, проскакивают, как бы, но не такое большое количество. Ну, меньше стало именно бытового травматизма, просто вот эти, которые дома, ребенок тяжелые травмы получают редко довольно-таки, да, это в основном ушибы, там, ссадины, что-то такое, растяжение, вот, конечно же, иногда тоже редко, но бывает падение тяжелых предметов, вот, телевизоры большие, которые падали на детей, вот, раз в год где-то к нам, действительно, с мебель, которая на ребенка падает, тоже поступают дети, но... Их на них западают? Да, 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 но их однозначно, конечно, стало таких случаев, к счастью, меньше. Дети вообще, к слову говоря, на часть череп мозговых травм у них, как сказать, на нее реагирует легче, то есть у нее лучше переносит, если взрослый человек останется на себя инвалидом, и видно, да, или не выживет, то ребенок спокойно, то есть, как бы, через там, несколько недель восстанавливается до полного, так сказать, до полного здоровья. Настрой психологический тоже много значит, но не все, то есть есть случаи, как бы, действительно, как бы, что мы еще, может быть, не знаем все еще, все компенсационные возможности организма человеческого, то есть, сложно сказать, поэтому это и, как бы, и выглядит как чудо, что вроде бы, как бы, исходя из всех, из опыта своего, из знаний, то есть, должно быть вот так, да, случается по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok